В учебных центрах тебе постоянно говорили, что милиция вне политики. Вопрос тогда, почему я закручиваю человека с бело-красно-белым флагом? Карина — это отдельный персонаж. Был зал, ну, спортивный. И вообще на третий день его перекрасили, кстати. А страшно было всем, нам в том числе. Вера в режим — это реально вера. Это вот как религия. А что тебе говорили, я же вопросов не задаю? Вот и ты не задавай. Ну, это думаешь. Я-то не задаю, но они остаются. Как с этим спится? Ну, не спится вообще. Ну, вообще не спится. Привет, меня зовут Катерина. Это правозащитный подкаст «Вас на Апридиа». Сегодня мы поговорим с белорусом Мирославом. Но это его не настоящее имя. Мирослав — бывший милиционер. Он работал там и во время августовских событий 2020 года в Минске. Этот разговор с Мирославом, мне кажется, даст нам возможность понять силовые структуры через его взгляд. И понять в том числе их мышление. Почему они делали то, что делали. И что было, например, во Фрунзенском РОВД в августе 2020 года. И какой была Карина, жестокая его сотрудница, до событий августа. И почему она такой стала во время их. В чем особенность ОМОНа и почему он так поступал. Почему силовики сомневались, о чем думали. И почему им было страшно. И кого они сами боятся из силовых структур. Когда появилась политика в работе милиционеров и как их мотивируют на задержание протестующих. И каково это — идти задерживать человека, когда ты знаешь, что это незаконно. В общем, обо всем этом сегодня и будет наш разговор. Я надеюсь, сегодняшний герой вам будет интересен. Мы разговариваем с ним на улице. Ты был ППСником в Фрунзенском районе? Да. А как давно ты там работал и до какого момента? С 2017 по 2020. Ну, по 6 сентября, включительно. Почему ушел? Ну, в связи с тем, что приказы начинают уже касаться лично тебя. То есть даже если ты пытаешься делать все по закону, это не получается. Потому что уже пошел прямой маразм, так скажем. Ты не можешь быть вне этого. Каким бы ты ни был хорошим парнем, там, как ты себя считаешь, как бы ты там пытался все это обходить, все равно это тебя начинает касаться. И, ну, ты не можешь просто выполнять того, против чего ты сам выступал ранее до всего этого. Ты же не можешь представлять закон, нарушая закон. Это же нелогично. Это началось когда? С августа или как? Мое подразделение это коснулось конкретно с августа. До этого не было никакой идеологической обработки, там. Мы вообще не знали, что такое политика, в принципе. До августа, включительно, даже когда начались там задержания Тихановского, абсолютно вот эта вот клоунада, да, произошла. Когда Бабарико уже посадили, получается, в СИЗО. Даже тогда никакой политической повестки именно в нашем подразделении не было. Мы конкретно поняли, что вот все, оно нас коснулось, ну, 9-го, 10-го числа, когда весь минист состоял на ушах, в принципе. И даже тогда, ну, слава богу, что у меня были очень грамотные с какой-то стороны командиры, которые, как бы, очень это все в обход обошли. Можно сказать, что Фрундинская, именно патрульно-постовая, она, наверное, меньше всего запятналась из именно обычных, ну, обычных милиционеров. Не ОМОН, если брать, а просто обычных, как бы, тех, кто людей, кто работали на земле с людьми. Можешь немножко объяснить структуру патрульно-постовая, чем она отличается от сотрудников Фрундинского РОВД? Потому что весна документировала истории людей, которые были в РОВД, и по нашим наблюдениям Фрундинского РОВД было одно из, или самое жесткое, по пыткам. Что? А патрульно-постовая? Дело в том, что раньше патрульно-постовая служба, это был полк патрульно-постовой службы, он не относился к районным управлениям. Это были отдельные роты, которые действовали под руководством районных управлений в момент выполнения какой-то задачи непосредственно. Так это было свое руководство. С какого-то времени полк расформировали, каждую роту прикомандировали к определенному районному управлению. И все равно у нас были начальники наши, как бы, они РОВДшные, безусловно, но непосредственно начальники были у нас свои. И то есть мы могли... Это было, грубо говоря, подразделение в подразделение. Это немножко отдельная структура все-таки, если говорить про патрульно-постовую. И очень много людей из Фрунгельского РОВД, сотрудников, по какой-то даже, наверное, больше личной инициативе делали то, что делали. Потому что прямых приказов не было, не письменных, даже устных не было. Я ни разу не слышал, чтобы там, да, там нужно провести там какой-то, знаете, ручеек, типа вот этот вот известный. Сделаем смонтированную паузу. Помните ли вы, что такое ручеек? Это когда задержанных в августе при выгрузке с автозак или машины избивались силовики. Когда мы выходили из машины, выбегали, там было еще жестче, потому что они... была еще колонна, и там они жестко тоже. Когда ты пробегал, тоже лупили как могли. Это свидетельство потерпевшего Игоря Квятко. Его задержали 11 августа. Ну а сейчас мы возвращаемся к Мирославу. Или там нужно вот этого там запытать. Это шло откуда-то из людей? Прям какая-то, может, я не знаю, обида на общество, на социум, проецирование, наверное, каких-то своих неудач, то, что вот люди виноваты. Они виноваты там начальство, дебильные законы, то, что у вас криво написана там, ну, ваша же документация, по которой вы работаете. Нет, виноваты почему-то для них люди. Вопрос, почему, ну, они не могут на него, не могли на него никогда ответить. Хорошо. А по, я не знаю, внутренним законам, или как правильно сказать? Сторожение приказа. То есть то, что ОМОНовцы находились в РУВД, это как-то регламентировано вообще? Вообще, да, да. ОМОН — это приданные силы являются вообще. И ОМОН может, ну, он работает совместно с РУВД, он считается приданными силами. И да, то, что армия находилась в городе в момент, это незаконно. А ОМОН, ну, вполне. Правда, как они, ну, выполняли свою работу, это уже второй абсолютно вопрос. Но ОМОНа были приказы бить людей внутри РУВД? Я думаю, я не могу сказать точно, потому что я не слышал этого сам. Но я уверен, что ОМОН же, в принципе, это такой инструмент, который выращивают, мне кажется, ну, вот как я теперь думаю, именно для таких моментов. Они постоянно, ну, они сидят на базах, тренируются в большие свои случаи. Ведь там какие-то задержания опасных, да, словно преступников, это делают там, как бы, отдельные группы ОМОНа, куда там нужно еще тоже попасть. А сам вот инструмент ОМОН, это я увидел, что его выращивали реально вот для этого дня, для конкретно этого случая. Возможно, у них были такие приказы, конкретно пожестче. Но, опять же, никто не хочет берет на себя ответственность. Поэтому и, скорее всего, трактовка приказов была там жестко задержать там, оперативно разогнать, типа. Опять же, они все завуалируют, чтобы в случае чего к высшему начальству было поменьше вопросов. В итоге. Вот и все. Что ваше ППС Фруненского района делало 9, 10, 11 августа? С 9 на 10 мы находились в РУВД непосредственно. Даже нас не выпускали, потому что начальство не понимало, что происходит. С нашей же стороны интернет же был выключен. И информация там какие-то, ну, там, с радиосообщений, и понятно, что со всех районов начинают приходить. Там-то люди собрались, там-то, типа, что-то кто-то кинул, там поджег. Ну, и эти обрывки информации доходят до нашего начальства, и они не знают, что с этим делать. То есть, выпускать, опять же, в район, чтобы что там делать. Было такой сумбур и непонимание, как бы. Поэтому мы находились в РУВД. Работал там уже на Пушкинской, насколько я знаю тоже из средств массовой информации. Алмаз, там, СОБР, возможно. На самом деле, кого-то могло только не быть, потому что познавательных знаков, опять же, там не было. А вот с 10 на 11 мы уже ездили в районе. Мы уже ездили в районе, и нам повезло, что над нами не было, как бы, ока такого всевидящего. У нас был автобус с нашими командирами, с нашим личным составом, и не было человека извне, который мог бы там, ну, увидеть непосредственно, что мы делаем, типа, там, сказать там по поводу, как мы там работаем. Поэтому, если нам говорили, там, допустим, поедьте туда, там-то собрались люди, обычно наш этот автобус, он просто проезжал мимо. Ну, как бы, люди расходились, видя автобус, мы не останавливались, потому что, ну, во-первых, было страшно, на самом деле, потому что мы же не знали, что люди вышли именно спросить, то есть, а в чем дело? Потому что многие сотрудники думали, что люди вышли именно уже конкретно на бой. Ну, потому что у них украли голоса, в том числе и мой голос тоже был украден, как бы. За кого ты голосовал? За Тихановскую, естественно. За кого можно было еще голосовать, типа. И много сотрудников, которые уволились, я уверен, у них было в голове такое, что вот, сейчас пройдет три дня, силовики там и высшие там, чины какие-то, они увидят, что, ну, все, типа, все очевидно, все картинно, и мы просто перешьем кокарды там, снимем герб, ну, вот этот вот, да, и перешьем на погоню, что у нас там флаги, мы там перешьем на белое-красное-белое, мы там пройдем перетестацию, все, и будем дальше работать, что-то пройдет мимо нас, ну, нет. Просто люди, ну, вот силовики осмелели, именно вот тот процент, который увидел, что, а, так нас пришли не бить, у нас пришли спрашивать, за спрос не бьют, но в Беларуси, к сожалению, бьют, поэтому они начали бить, и все, и удержались, то есть, а страшно было всем, нам в том числе, поэтому, мы же патрульно-пристовая служба, нас никогда не натаскивали на такие вещи, ну, и был страх определенный, и, ну, не хотелось, как бы, вообще не себя подвергать опасности, не, потому что все равно в голове был вопрос, а за что, то есть, ради чего, ну, все же, все же понимали, что выборы сертифицированы, что эта цифра нарисована, это невозможно, и вопрос, а что ты делаешь на улице, в учебных центрах тебе постоянно говорили, что милиция вне политики, что вы просто охраняете общественный порядок, вопрос тогда, почему я закручиваю человека с бело-красно-белым флагом, ну, что он нарушил, по сути, и вот эти вот все вопросы, они, конечно, не давали делать, ну, то, что делали определенные люди. Теперь переместимся во Фрундинское РУВД 9-11 августа 2020 года. Вот, коротко, свидетельства двух человек, побывавших там. Во Фрундинском там уже реально пытали, там поставили на колени, заставляли, ну, кто заснет там, постоянно били дубинками, и, получается, не спали почти двое суток, там люди просто орали, некоторых видел, как просто волокли за наручники, получается, он потерял сознание, просто за наручники волокли, и приковывали к батареям, там, к перекладинам, ко всему. Одного хлопца, они, саправдой пытали таким чином, что один встал на ноги, на костку, другой встал на ноги на спину, а третий подсунул ему под нос ботинок с куцелой. УПСники были внутри Францисского РУВД, когда там были пытки? Ты там был? мы проходили, получается, когда вот этот был зал спортивный, и вообще на третий день его перекрасили, кстати, потому что, ну, понятно, да, да, там кровь была везде, в туалетах, ты же когда даже шел, вот, банально, в уборную, в сортир, ты видел на бочках кровь, там, разводы, крови, и, ну, ты прокручивал в голове до этого, как шли административные процессы, как общались с людьми в зданиях РУВД, как общались с людьми без видеокамер, там, без камер наблюдения, ну, не было такого. За мои, за, ну, непредложительные три года службы, у меня был шок, типа, то есть, как в смысле кровь, везде кровь. По поводу камер наблюдения, они работали тогда, 9-го, 10-го? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что они работали только в дежурной, в дежурной там части, где, ну, вот, саму дежурку снимают, там, в каком-то кабинете еще, там, для общения, типа, с гражданами, но вообще внизу камер вообще, в принципе, нету, то есть, их там нету, и поэтому там была абсолютно, воля действий. Нас не пускали никуда, нам командир, он посадил нас, получается, в стокольный этаж, дальше спортивного зала, там есть просто, как бы, комната, где стоят щиты, средства, и мы сидели там, и нам сказали, вообще, не вздумайте выходить, потому что, опять же, были сотрудники ГУСБ, которые снимали, документировали все на камере. То есть, кого-то избивают, он стоит, это и снимает. Ну, ясно для чего, чтобы потом на белом коне прискакать, положить папку на стол, сказать, так я сделать ничего не мог, но я снимался, то вот, смотрите. ГУСБ это главная служба безопасности, да, и все задокументировано уже, и даже без, там, каких-то ловких ребят из числа задержанных, или даже, как бы, из самих сотрудников, у ГУСБшников есть все эти видео, то есть, мне кажется, там уже дела, все собраны, они просто лежат, ну, как бы, на сотрудников, все собрано, просто это не идет никуда дальше, но они лежат, я уверен, что они есть, на каждую. Почему? Ну, понятно же, что мы имеем кучу дел на людей, пострадавших, их привлекает к уголовной ответственности, ни одного дела на силовика. Потому что сейчас силовая структура, чувствуешь, что она сильная, ну, что ей нечего бояться, а зачем кого-то привлекать, зачем наводить панику внутри своего коллектива, то есть, как только бы было возбуждено первое уголовное дело, там, против ОМОНовца, сразу же полетели бы аэропорта, сразу стали бы задавать друг друга, я уверен, что там, ну, 50, а то и больше, на одного непосредственно своего начальника, сразу слились бы там в телеграм-каналы, опять же, в независимые правозащитные центры. Посеялась бы паника, раздор, хаос, и, конечно, и Лукашенко бы снесли свои же, ну, свои же солдаты, грубо говоря. Вот и все. Поэтому это есть, но такой момент, когда вот все настанет, и нужно будет показывать, что я там не виноват, или я там герой, смотрите, я там, значит, ну, пытался что-то сделать, но вот не смог, зато у меня следят доказательства. Это двуличные люди, и они должны быть тоже будут подвергнуты иллюстрации, я считаю, потому что ты молчала, а молчание — это ист преступление. Но, тем не менее, эти дела есть, папка, и ей не дают хода. Почему? Чтобы не разрушать вот эту систему, которая сейчас есть, в данный момент. Потому что последнее, на что может опираться диктатор, это на силовиков. Если силовики начнут чувствовать, что они не защищены, они перейдут на сторону того, тех, кто их будет защищать. Опять же, они попросят гарантии. Люди просто говорят постоянно о победе, то, что вот мы почти победили. Абстрактное слово правосудие, но правосудие делается все равно руками кого-то. И в будущем, когда нужно будет привлекать к ответственности людей, все равно победившей стороне нужно будет воспользоваться услугами, так скажем, даже бывших палачей, которые там, допустим, меньше были замазаны в крови или вообще не были замазаны. Потому что тех людей нужно будет кому-то физически привезти в зал суда, кому-то нужно будет физически вынести им приговор. Вот и все. Поэтому... А режим боится этого, что сама система начнет себя уничтожать. Это бы случилось. Поэтому не дают входит. Ну, это мое личное мнение. Я думаю, что многие как бы согласятся. На дамы одну женщину видел. Мне что убило, что она без маски ходила. Я запомнил ее. Такие в белых волосах кручавые. И пацанов било, и, ну, как бы издевалась над этими, над этими. Ее там уже прозвали между... Уже как... Уже кличка мне даже пошла там. Кончита. Хлопцы, которые остались на ночь лежать на подлозе, кому не хапило место там, на поверхности, у камерах, они сказали, что была женщина, которая наумыслно ставила и сдекалась из них. Это вновь воспоминания людей, побывавших во Фрунинском РУВД. Очень многие вспоминали жестокую сотрудницу, Карину. История с ней была тогда, в августе 2020-го и после, на слуху. Что там за Карина была? Кто это? Карина — это отдельный персонаж, который, скажем так, это человек такой, который, наверное, если бы не пошел в милицию, был бы очень нехорошим человеком. Но случилась какая-то профдеформация, в какой-то момент. То есть когда я уже пришел в роту, она уже, естественно, была, работала долгое время. И что касается действенности, ну, она была не совсем компетентна, даже тогда, когда не было там массовых каких-то волнений. Это проявлялось просто в бытовой, обычной работе, отношение к людям, деление на наш контингент. И вот это тоже интересный момент, что в милиции людей делят наш контингент, нормальные люди. А на какой пост? Это не политическое? Нет, нет. Это, короче, наш контингент, это, допустим, зэки, всякие попрошайки, бомжи, там люди, у которых есть много приводов в милицию, в принципе, они не считают их, наверное, как бы, ну, у них нет понятия, что это граждане, что вот эти люди, это все равно итог вашей системы, вашей государственности. Это такие же люди. И вот Карина, она как раз-таки была ярким вот этим вот проявлением именно идеального милиционера вот этого, который нужен был системе. Я же ни при чем, я же вне политики, я же там, ну, вот я там, как бы, санитар улиц, да, там, провожу работу там с бомжами, типа, с там с алкашами, такими уже, да, ну, вот прям, которые не работают и просто пьют, допустим, там сидят на шее. Я вне политики, но как только наступил час, она спускается в этот зал и начинает творить то, что творит. Вопрос зачем? Ну, на который только она сама может ответить, хотя адекватных ответов я не вижу. И, ну, вот, она всегда, наверное, такой была, просто показалось вот это вот лицо зверя в этот момент. Ну, и дали свободу, и дали возможность сделать то, что она хочет, и она сделает то, что хочет. Ну, значит, это было ее желание такое вот личное. А после этого, что с ней было в том смысле, ну, ты видел, она как бы, типа, жалеет или... Нет, я вообще не видел после того момента. Она, ее перевели куда-то, в другой РУВД. Как ее фамилия? Валуйская. Карина Валуйская. Потому что там были слухи, что это не Карина, типа, не ее зовут, не Карина. Я вот сам не видел, что она делала, но все РУВД стояло на ушах. То есть, все удивились. Вообще все. Удивлялись, наверное, даже те люди, которые сами били, но не ожидали, что она спустится туда. Приказа не было, ни командира непосредственно, ни командира взвода, ни нашего родного. Они всегда сами сидели и задавали вопрос, зачем? И поэтому быстро ее, как бы, ну, перевели. Она где-то тоже работает. Мне кажется, уже она не работает. Я слышал, что она уже не работает. Вот. Ну, как бы, сказать, что я туда удивился, ну, не, я не удивился на самом деле. Я подозревал, что, ну, что-то такое, вот она и сделает. В итоге. Она исполнит. Она исполнила, как бы. В РВД были КГБшники в то время? Да. Там заходили люди. Я не знаю, с КГБ либо с ГУСБ. Скорее всего, с КГБ, потому что, когда они вошли, тоже командири сказали, все, сидите, не выходите, даже там курить, типа, не нужно, типа, идти, все, там, в туалет потом. Мы просто сели в своей, там, ну, комнате со спецредствами. Просто сидели, ждали, пока они уйдут, потому что, не знаю, с какой целью они приходили. Опять же, они там сходили к задержанным, проходили по РВД, общались, наверное, с, ну, с начальством вышестоящим. Но вот наши командиры говорили, что лучшего, и вообще на глаза не попадаться. Даже внутри системы есть вот эта вещь, что их... Классик КГБ? Да, 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 конечно. Они могут банально проверить телефон, остановить себя, да, там проверить, ну, это же КГБ, можно все, каждый, и они могут просто посмотреть твой телефон, ты там на что-нибудь подписан, твои погоны быстренько слетают, там, и все. Потому что, начинают подозревать всех. Крестливые информации пошли, там, говорили отписываться на Телеграм-канал, а все, ну, вот. Сейчас опять сделаем паузу, и я предупрежу, что закрашиваю белым шумом название Телеграм-канала, признанного экстремистским, и поэтому, как бы, его нельзя называть, потому что он признан экстремистским, но, как бы, как есть. Я не соврусь, я скажу, что, наверное, 10 тысяч или 9 тысяч подписчиков нет, это были сами милиционеры, потому что все сидели и смотрели. Но они, как бы, с какой стороны? Я, например, подписана на Григория Азаренко, но я подписана, чтобы знать повестку. Они... А чтобы знать новости? Потому что даже сама милиция понимает, что новости с БТ, в Суентине, не правдоподобны. Они понимают, что и НЭТ, да, сам там Степан Путило что-то подбрасывает, там, приукрашивает, может, где-то там, ну, вырезает, но это журналистика, типа, в этом ничего. Но все равно там это объективно. Они, ну, то есть даже раньше была такая вещь, что еще до всего этого, до всех событий. Если ты попадал на НЭТу, нам даже говорили на наших построениях, типа, не дай бог, вы поведете в НЭТу. Уже тогда, там, в 18-19 году, попасть на НЭТу, это было позорно. Тебя могли решить, чтобы тебя написали. Да, что ты там, типа, бабку какую-то там закрутил, там, не так, там, что-то там сделал, ты попадешь на НЭТу, тебе сняли, не дай бог, что вы где-то там у нас имеет третья власть. Курили стояли, вас сняли, да, и это будет ой-ой-ой плохо, мы вас там премии лишим за это. Если вы, видимо, авторитет его не ставите, какой есть тогда смысл, ну, то есть, вот это вот контраст, короче, противоречий, и, ну, это вопросы без ответа. Ты постоянно задавал этот вопрос, на что тебе говорили, я же вопросов не задаю, вот и ты не задавай. Ну, ты думаешь, я-то не задаю, но они остаются. Когда ты принял решение уйти из этой системы? Ну, опять же, вот я повторюсь, я понял просто, что тебе уже конкретно говорят, что делать, сходи, задержи этого человека с флагом, мы там дадим премию за то, что там ты задержишь человека, который раскрашивает, допустим, там, табакерку, да, тебе, ты не идешь задерживать его, то есть, вот в чем посыл, ты не идешь задерживать его, чтобы там предотвратить противоправные действия, да, или привлечь его за кубикан. Ты идешь, потому что тебе дают за него премию, это очень такой хитрый психологический ход, ты, тебе подменяют понятия, ты на это ведешься, ты идешь с довольным потом лицом, понимаешь, что тебе там 250 рублей упадет. Какие там расценки 250? Ну, там что-то давали оклад за человека, который листовки раздает, оклад, оклад подняли, 250 рублей, короче, да, и если человек, ты видишь, что он наносит где-то принт какой-то или ту же самую табакерку, то, естественно, ты как за уголовку, потому что там 3-3-9, да, хулиганка, и то, что вот он политически, грубо говоря. За уголовку больше? ну, ну, в довесок, типа, вот ты там их преступления как бы раскрываешь, и вот по линии как бы политически, то, что он там пикет, 23-34, туда-сюда, и вот тебе там денежка, словно, там на ГУВД подается письмо, и те, да, как классному парню, патриоту, в кавычках, дают вот денежку. Но это как бы всё неформально, или всё-таки это прописано реально, типа, что вот задержишь политического? Это не прописано, но это так описывают потом в рапорте, то есть, в принципе, это написано другими словами совсем, а так как они пишут, их формулировки они очень такие размытые, туда можно эту формулировку поставить что угодно, вот и всё. То есть, по факту, ты предотвратил, как бы, ну, задержал преступника, хулигана, и из-за этого тебя примируют, примируют, ну, премию писают. По бумагам всё чисто, ну, ты, но на самом деле, ну, на самом деле, ты, ну, все понимают, что происходит. У нас человек, ну, я на Пушкинской стоял, когда там была надпись, когда соль, была история с солью, типа, охраняют соль, вот, и там ходил парень с листовками, и я, когда его увидел, я начал идти к нему быстрым шагом, и думаю, просто вдумайся увидеть меня и убежать. Но он этого не сделал, он ловил ворон, я подошёл к нему и говорю, тебе лучше уйти, потому что, ну, буду не я, и ты поедешь на сутки. Он понял, спрятал листовки, ушёл. Ну, как бы, вот так происходила работа на Пушкинской, пока ты там находился с напарником своим, когда вы там были вдвоём. Но потом приезжали просто с РУВД люди, и начинался там задержание, газовый баллон, это всё, там, удары палками, ну, и прочие вещи, как бы. Ты понимал, что, толку ты стоял весь день, никто не получил ни протокола, ничего. Люди приходили там, кто ложил цветы, кто там, выражал своё мнение, да. Ты настроил такую работу, что, ну, и вам, и нам. Приезжают люди повыше, делают тебя виноватым, что ты плохой, ещё всех людей забирают на сутки, потом ты смотришь, как это человеку уводит, он смотрит в твои глаза, и у вас в голове такой ментальный диалог, типа, что ты же мне обещал, и ты говоришь, ну, я тебе, да, обещал, но извини. Всё, и выводят просто в бус, и он уезжает, и ты понимаешь, что у нас будет сидеть 15 суток. Как с этим спится? Не спится вообще. Ну, вообще не спится. Ну, сейчас ты спится, а тогда нет. Ну, когда ты, вот эти метания были, увольняться, оставаться, увольняться, оставаться. И ты просто думал, а что тебе скажут? Вообще, вот ты будешь уходить, а что? А потом ты ловишься на мысли, что, а какая тебе разница, что тебе скажут люди, которые живут в вакууме, в своём мире вообще? Они не смотрят там дальше в свои носы. У них в жизни ценности это машина-квартира, кредитная. Как Олег? Да, да. Как они там отнесутся, допустим, к твоему решению? И ты просто понимаешь, в этот момент, себя как в даст просто, ну, что тебе вообще не важно, что скажут. Но всё-таки среди коллег были ещё такие, как ты, метающиеся? Да, не увольнялись. В любом случае, до меня уволилось два человека, три. Вместе со мной ушёл мой товарищ. Потом ещё выходили люди за всю осень, там человек шесть точно, мне кажется, ушло. Остались люди, которым чуть-чуть до пенсии, либо у которых контракт и деньги, и они просто не верят в фонд. Ну, они не верят, что, как бы, заплатят. Ну, такие люди, которые уже, они стараются от этого всего быть максимально далеки, они, наверное, где-то в душе понимают, что это всё неправильно, но они продолжают работать. Как бы, не знаю, я их, наверное, не осуждаю, потому что я всё равно понимаю, что тоже там семейный какой-то скандал, ну, реальные вещи, которые должны заниматься работой, всё равно, как бы, нужно делать. В любом случае. Лучше пусть они и будут, чем наберут новых, молодых людей, которые осознанно идут в это время в милицию и промоют мозги. Лучше это пусть какой-то будет 30-летний прапорщик, который понимает, что и как, и отмолчится где-то, и поедет реально делать работу, где-то закроет глаза на флаг, чем это будут новые цепные псы, которые будут остервенелы с 250 рублей хватать всех, ну, кого попало. Ну, я так считаю. Ну, ты, может быть, слышал про, тоже был бывший милиционер Кулаковский, и он захотел уволиться, и его, собственно, посадили на сутки, ему накидывали ещё больше суток, он сидел месяц на Крестина, потом он пошёл по уголовке, и всё это он расценивал как просто месть за то, что он ушёл. Ну да, есть такие ситуации. Смонтируем. Вот слова самого Дмитрия Кулаковского после приговора по его уголовному делу. Ему тогда дали химию, наконец выпустили, мы поговорили у здания суда. Вы сказали, что справа с украшением предатель. Как оказалось? Да, он предатель. Ну, вы таким себя не лечите? Нет, я никого не предавал, выразил свою гражданскую позицию, на которую имеет право любой человек. Просто тут дело зависит от твоего начальника, непосредственный захочет, твое отношение, твой климат, какой был в коллективе, к тебе как ставились, как относились, от адекватности твоего начальства, и захотят ли они на тебе отыграться и преподнести тебя как врага народа. Ну, то есть, народа в кавычках. То есть, ты мог тоже быть в такой ситуации, но просто... Если бы мне не повезло, то мог. Ну, я просто без рапорта, без ничего, я ушел очень резко. Я просто, грубо говоря, вчера еще работал, вообще ничего не говорил по поводу увольнения, вообще ничего. И следующим утром просто пришел, положил до страницы, сказал, все, я не работаю, я не выхожу на работу, и все, я ушел. То есть, там даже... Не подписывал, обходной листик. там, сдавал форму, что-то такое. Было. Потом ты... можем говорить, что ты в Украину уехал, Ну, я уехал через два месяца только. Я еще два месяца жил в Минске. Я пытался там найти... я нашел работу и, как бы, ходил на акции. Извини, бывший мент ходит на акции? Ну, да, Ну, как? Ну, ты же не можешь сидеть дома. Ты там видел своих коллег с другой стороны? Нет, коллег не видел меня, с кеми, кто работал, нет. Они уже тогда меньше привлекались. Уже конкретно был ОМОН, внутренние войска. Там уже... Я еще помню, рассказывали, я не знаю, сколько это правда, но говорили, что именно бывших силовиков, которых ловят на акциях, что с ними отдельный разговор от ОМОНа. Типа, ну, в том смысле, что ты предатель и с тобой нужно, как бы, по-другому. То есть ты вообще бывший милиционер в Беларуси, он вообще социально никак вообще не защищен от слова совсем. С тобой могут, мне кажется, делать, если ты бывший госслужащий в Беларуси сегодня, ты остался там, с тобой могут вообще что угодно сделать. Ты можешь просто потеряться неожиданно, хотя и обычные люди теряются, а ты тем более. Поэтому это небезопасно. Если ты хочешь просто, ну, участвовать дальше в гражданской жизни в Беларуси, ты бывший силовик, мне кажется, сообразно уехать из Беларуси. Это точно. У них же все данные, на тебе есть абсолютно все. Они захотят, они тебя найдут в любом случае, как бы ты ни прятался. Либо второй вариант, если бы вот это вот осознание силовиков было бы очень массовое и ну вот организовалась бы реально какая-то сила, конкретно физическая. Только тогда. А так, пока вы отщепляетесь по чуть-чуть, по какому-то маленькому проценту, вас просто будут, ну, давить, как бы, и все. Если что вы можете сделать, либо оставаться в системе, помогать, там, нужно байполу, другим инициативам, информацией, либо увольняетесь и уезжаете просто-напросто все. Ты участвовала в акциях? Когда я смотрела акции, я пыталась проанализировать действия силовиков, ну, как бы, они работают по каким-то схемам, там, как они оцепляют. В общем, вопрос в том, тебе с твоими знаниями было, они как бы использовались, когда ты был на акциях, и ты видел, что они видели другие протестующие, как могут сработать силовики, а пока еще люди не понимают, как. В общем, твое рабочее опыта, Да, проще намного понимать, когда когда вашу толпу не могут разбить, когда вы можете прорваться через какой-то кордон, ты понимаешь, побегут ли за тобой вообще, либо не побегут. Как это можно побегать? Во-первых, ну, выдают движение, выдают жесты именно, всякие команды именно руками, то есть они все равно за другом переглядываются, ты понимаешь, построение, допустим, если они там со счетами, ты понимаешь, что они долго не пробегут, но они и не будут бежать, если они без счетов, они более мобильные, они уже могут погнаться, плюс я как бывший, ну, силовик, я все-таки чуть-чуть еще различаю по форме, и я понимаю, допустим, что вот если тут ребята чисто в черном, это скорее всего ОМОН, и ОМОН, может быть, больше энтузиазма, они физически сильнее, они быстрее. Ну, ты имеешь в виду черного, это, конечно, неофициально, без опознавательных знаков. Да, да, да. А если это оливки, это тот же, ну, оливковая форма, это тоже может быть ОМОН, либо это может быть войска, там, это может быть какой-то даже СОБР там уже, ну, подключен, это еще более опасные единицы. Если ты видишь там синяя форма поверх бронежилета, ты понимаешь, что это РУВДшные, это обычные милиционеры, там, ну, патрульные, может, возможно, участковые какие-то, ты понимаешь, что у них немножко по-другому в голове работает, зачем они вообще тут нужны, как бы. Ну, вот, все это вкупе и создает картину, ты видишь, где более безопасным, где более опасным, вот, ну, еще ты, ну, должен смотреть всегда по сторонам, смотреть, какие возле тебя стоят люди. Если там, ты находишься в более крепкой, там, да, среди спортивных ребят, там, плюс-минус, ты понимаешь, что ты можешь там постоять, ты можешь на какую-то их провокацию не повестись, вот, и, ну, если ты там оказываешься в толпе, там, девчонки-мамочки, там, с колясочками, туда-сюда, как это было там вначале, вообще просто, вот, что я тоже не понимал, зачем детей, как бы, брать на такие вещи, это очень опасно было. То понятно, что никакого отпора вы, ну, не дадите, в принципе. Ну, и, в принципе, отпор люди не хотели давать. Я так скажу, что это были какие-то локальные, локальные такие акции прямого противодействия. Но в основном, в своем. все эти, как бы, попытки там что-то показать, коктейли Молотова, где-то полетели еще что-то, это же были, мне кажется, провокации от КГБ. Да, просто они протестующие, когда протестующий кидает коктейль Молотова, он кидает его в милиционера с целью его поджечь. А когда бутылка не долетает, там, чуть-чуть совсем метров, и когда это, там, ни одна бутылка не долетает, а 7, 8, 10, то понятно, что это не протестующая, это КГБ. Все вот эти вот акции, типа силы, которые не доведены до конца, когда человек решается просто это сделать, он всегда это будет доводить до конца, неважно, в ком стоит, там, аффект, или на морально-волевых. Но эта бутылка, она долетит. То, что я видел на видео, это, мне кажется, это специальные провокации были, чтобы дискредитировать протест. Ну, подло, да, но сработало в итоге. Они дали себе мнимый карт-бланш. Они заставили своих же людей поверить, что их миссия, она правильная, что они не допустят такого, как крылатая фраза на Украине, да, не допустим Майдана, и они как бы показали своим же щенкам, что у вас в Мерисе, ну, вас хотят сжечь, но их не хотели сжечь. В том-то и дело. Последний вопрос, который я задала нашим героям, вот о чем. Его я повторю здесь в монтаже. Когда в отношении человека начинается административное или уголовное преследование по политическим мотивам, то в его деле и на суде в качестве свидетелей практически всегда выступают ОМОНовцы, и это довольно привычно для меня, по крайней мере, потому что я наблюдала это на административных судах по 23-34 еще и два года назад, и такая практика вообще была задолго до августа 2020 года. Правда, конечно, не в таких масштабах. Ну, и тут как бы ОМОН есть ОМОН. Но после августа с начавшимся потоком уголовок я постепенно обнаружила, как вот в таких судах начинают выступать и лжесвидетельствовать и, скажем так, более обычные и как бы безобидные представители милиции, например, гаишники. Так было, к примеру, на суде над Алексеем Стерликовым. За ним 23 сентября, в день тайной инаугурации, Лукашенко погнались гаишники, брутально его задержали, а потом свидетельствовали против него на суде. Вот кусочек аудио с его задержанием из суда. Лежать, сука! Ну, куда? Руки за спину! Быстро! Сказал, руки за спину. Почему вы так перепелилили? Вторую руку за спину! Ты что сделал, а? Я ничего не знаю. Ну, что ты сделал? И если ты говорил о том, что с ОМОНом, как ты сказал, что с ним все понятно, ну, а почему-то делают другие совсем, ну, не такая милиция, более простая. Гаишники, например. Это люди, которые уверовали в систему. Ну, они не ОМОНовцы, но это образ мышления такой, что вот все беды из-за них, что я вот тут уже там не сплю сколько-то суток, потому что вот они, вот, как бы, мы должны держаться вместе, типа своим там коллективом, а вот это все враги. Либо он уже запятнался, и у него нет выбора просто. он понимает, что на него есть, даже если он уволится, или он откажется что-то делать, и просто он перевернется, он встанет на место тех, против кого он там что-то подписывал. Два варианта. Либо человек реально уверовал, просто я считаю, что, ну, вот вера в режим, это реально вера, это вот как, это как религия. Ты просто веришь во что-то, в Лукашенко, да, и думаешь, ну, это единственная мессия, которая нас спасет, потому что других объективных, там, каких-то версий, почему люди это делают, я не вижу. Ну, человек просто не хочет видеть очевидные вещи. Ну, я не... Там не нужно быть каким-то... иметь дар убеждения, быть очень хорошим оратором, чтобы донести человеку, что он делает, ну, что-то неправильно. Это вяжет на поверхности, а если он этого не видит, то это слепая вера, просто в режим. Либо страх. Потому что он уже что-то сделал не так. Это как, ну, вот, из мафии не выпускают, да, вот из семей. Ты не можешь просто взять, сказать мафии, я там пошел, все, я не буду. Нет, так не бывает. Тебе должны отпустить. Так и так. Либо тебя отпускают, ты тихо, мирно сидишь, и потом, не дай бог, ты там свой хвост поднимешь, чем, да, там, выше, чем тебе дозволено. Либо ты остаешься там, пока тебе не разрешат. Вот это такая вот вещь, то есть. Это бессилие, даже бессилие силовиков перед властью. Ну, это очень позорно, на самом деле. Я вот это связываю с тем, что министра внутренних дел у нас не было, с 19-х какого-то года. У нас есть министр, как бы, внутренних дел, но это не Беларусь. А это они, да. И это очень большая, на самом деле, ментальная такая вот вещь, значимая. Потому что, ну, только Беларусь будет яро, прям, открыто болеть за свою правоохранительную систему, которая будет охранять своих же Беларусь. Если ты, ну, как бы, приехал откуда-то, ты уже не будешь понимать, все будет уже не так. Ты будешь переступать, как бы, свою совесть более легко, так скажем. Отмечу, что в октябре 2020 года министром МВД стал Кубраков, рожденный в Беларуси. Но ситуацию, видимо, это не сильно меняет. Это такая, в голове такой, бизик у них. Просто диалог, приведу в пример, чтобы описать мысли вот этих гаишников, там, участковых. Я стоял с участковым и ехал машина, Ягуар, там, какого-то хорошего года, классная машина. И у него был растянут бело-красно-белый флаг на крыше. За рулем сидел парень, как бы, такого, презентабельного вида, да, явно он там работает либо в IT-сфере каким-нибудь, там, руководящий пост, да, занимает, либо в какой-то компании. И вот он становится на светофоре, сигналит в знак солидарности возле места убийства, да, Тараяковского. Следующий участковый смотрит на это все. И он выдает фразу, которая, ну, про нее не нужно ничего комментировать. Он говорит, вот, что ему не хватает в жизни? Вот на такую машину заработал. Была бы у меня такая машина, я бы вообще бы не, ничего бы, ни новости бы не смотрел, ни ходил бы голосовать, и ничего бы не делал. Вот и все. Вот машина. Это мышление холодильника в голове. Пока есть еда, все хорошо. Закончится еда, будет бунт. На такой же волне вот этого мышления холодильника пришел Лукашенко. Дал людям чуть-чуть и на чуть-чуть того, что нужно было, самого необходимого. И удержался насчет этого. И теперь и так же думают силовые структуры. Было бы у меня квартира и машина, я бы вообще ничего не делал. Вот и все. Все ценности. Что я могу сказать на прощание? Я не знаю, сколько людей послушает этот подкаст, но в ваших силах сделала так, чтобы его послушало как можно больше людей. Возможно, его послушают и нынешние представители силовых структур и узнают в рассказе Мирослава, возможно, и свои мысли. Наверное, это я и пожелаю в конце. Будьте ответственны сами перед собой, перед своей совестью и выбирайте собственный путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok